Более двух сотен горняков шахты Засядка были заблокированы под землей сегодня ночью в Донецке. Из-за обстрелов на предприятии пропал свет. Шахтеров подняли на поверхность только утром, после того, как линии электропередач починили. Сейчас в подземных выработках на Засядке остаются 70 сотрудников. Они поддерживают работу шахты. Подробнее о том, как прошли последние сутки на Донеччине, расскажет Анастасия Пьевная. В Донецке день прошел под залпы тяжелых орудий. В Кубышевском районе повреждены четыре частных дома. Один из них вспыхнул после прямого попадания снаряда. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Застучала по крыше, выскочила. Когда соседка кричит, помогите, пожар горит. Вызвали пожар. Ехали, правда, долго не знали, как проехать. Во-первых, окна. Во-вторых, крыша. Весь фундамент, стены практически чуть ли не насквозь. В доме там все черное, все в саже. Куда осколки летели? Линолем прожигало и ковры. Несколько раз боевики обстреляли позиции украинских военных в Донецком аэропорту. В ответ силовики АТО уничтожили укрепленные позиции ДНРовцев рядом с наблюдательной башней аэродрома. В области под огнем артиллерии Красногоровка, Авдеевка и Пески. Продолжаются бои из Адыбальцева. Под селом Миус силы АТО отбили штурм боевиков. А в южном направлении в эпицентре боевых действий Чермалы, Гранитная и Николаевка. Большая численность боевиков зафиксирована под Новоазовском. В СНБУ тем временем сообщают, в населенных пунктах подконтрольной ДНР очередная волна массовых протестов. В городе Амросиевске Донецкой области вчера произошла акция протеста жителей города, обороненных падением уровня жизни, отсутствием заработных плат и социальных выплат. Террористы в очередной раз дали им абсурдную обещанку ближайшим временам выплатить деньги, но пока что неизвестно, за счет чего и из каких джерел может происходить это финансирование. Анастасия Певная, Телеканал Донбасс.